Дагестану пришлось пройти через сложный этап в своей истории. Но и здесь, как и во все времена, нашлись настоящие герои. Герои нашего времени, врачи эпохи пандемии. К счастью, они не были одиноки, ведь нельзя забыть и тех, кто помогал и помогает главным действующим лицам, находясь вместе с ними в красной зоне. В следующем сюжете речь пойдет о волонтерах-медиках, о молодых людях, которые самоотверженно двинулись на передовую линию опасной борьбы, когда это было так необходимо. Продолжит Хадежа Гурбанова. В этой больнице Али Кураеву пришлось привыкать к самому страшному. Он пришел сюда добровольцем вместе с братом месяц назад. Теперь каждый из них уже трудоустроен в медучреждении, но перед этим они прошли через многое. Впервые столкнулись со смертью, как с повседневной реальностью, впервые помогли кому-то избежать самого страшного. Али признается, сложно справляться с душевными переживаниями, когда идет непростая борьба за каждого пациента. Именно когда мы там находимся внутри, как-то нельзя нам на одном человеке так сфокусировать внимание, он ушел и так задуматься, себя уйти, потому что есть и другие там пациенты. И вот, когда один остаешься, как-то задумываешься, по-любому себя уходишь. Волонтеры-медики в основном исполняют назначение врачей, делают уколы, ставят капельницы, кроме этого разносят по палатам посылки родственников. Кто-то работает в реанимации, кто-то в терапии, но помощь в этот период необходима везде, на любом участке, признаются ребята. Вот сталкивались и с тем, что один день все нормально вроде с пациентом, на следующий день он уже в реанимации. И посылку, допустим, мы принесли посылку одной пациентке, а мы в итоге просто не донесли, потому что она уже скончалась в этот момент. Как пациент поступает, ему сразу же становится плохо, нужно его интубировать. Ну, это врачи занимаются, мы помогаем им, лекарства все подаем. Ну, если занимаемся как бы одним пациентом, потом сразу начинает становиться плохо другому пациенту и переключаемся как бы на него. Студенты медуниверситета работают и в зеленой зоне. Здесь ребята трудятся в основном с документами. Помогают оформлять прием и выписку пациентов. Магомед Сагид Рамазанов стремился попасть в красную зону. Но в силу того, что дома мать, в которой требуется уход, решил поработать с зеленой. Главное не оставаться в стороне, считает молодой человек. В новостях слышал, что у нас такое тяжкое положение в Дагестане. И в новостях тоже видел, что мы в лидирующих позициях по заразившимся. Я решил хоть как-либо помочь своей республике и пришел сюда в зеленую зону. У меня также в красной зоне работает родная сестра. Решил вместе хотя бы. Многие из тех, кто сейчас активно помогает больнице, входили в группу добровольцев при первой городской и ранее. Год назад на базе медучреждения был создан волонтерский корпус «Феникс». Студенты медицинских вузов практиковались в больнице еще до пандемии. Благодаря тому, что мы год назад создали волонтерский корпус «Феникс», у нас уже в активах было 300 человек. Когда нам нужна была помощь волонтеров, мы к ним обратились. И уже с апреля они начали приходить к нам помогать. Вначале они работали в зеленой зоне и начали оказывать там поддержку. Когда уже было необходимость усиления бригад в красной зоне, они попросили, чтобы их включили туда, потому что они уже готовы там работать. Они были включены в бригады, со временем за хорошо проявленную работу были трудоустроены работой. Свыше 50 волонтеров к нам присоединились, все они трудоустроены и продолжают по сей день работать, оказывать поддержку. Многие, в том числе и волонтеры, отмечают, что сегодня ситуация стабилизировалась. Уже нет нехватки персонала, больных стало гораздо меньше и летальных случаев тоже. Но врачи и их помощники-добровольцы продолжают находиться там, за стенами Первой городской, ставшей надеждой на спасение для сотен дагестанцев. Многие из них уже больше месяца не видели близких, а кто-то пришел сюда как раз, чтобы помочь своим родным и поддержать их. Студенты понимают, что эта практика самая ценная для них, хоть и одна из самых печальных.